Молдавский вице-премьер Олег Серебрян признался, что Молдова перестала вести переговоры с Приднестровьем. И уже не первый год все решения Кишинев принимает самостоятельно, не спрашивая мнения Тирасполя. До настоящего времени были переговоры. Мы приходили к согласию по всем вопросам между Кишиневом и Тирасполем. В последнее время мы принимаем решения самостоятельно. Тирасполь поставлен перед правилами, которые должен выполнять. Это им не нравится больше всего. На деле мы вышли из формата переговоров. Обсуждать какие-либо вопросы с Тирасполем Кишинев перестал с 2022-го, сказал Серебрян. Молдавский переговорщик в интервью, не стесняясь, назвал вещи своими именами. Сначала Приднестровье пришлось согласиться на молдавские реестры медикаментов и фитосанитарные списки. Молдова просто не пропускает в Приднестровье медикаменты, которых в реестрах нет. С 1 января ввели новый таможенный кодекс, сказал Олег Серебрян. Из-за пошлин импорт в Приднестровье с начала года просел почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Все это молдавский вице-премьер назвал созданием равных условий для обоих берегов Днестра. То, что от этих блокадных действий страдают обычные жители Приднестровья, молдавский вице-премьер не уточнил. А сегодня Серебрян прокомментировал вынужденную остановку завода «Электромаш». Предприятие ушло в простой, так как Кишинев не разрешает вывозить продукцию. Он заявил, что Кишинев сожалеет о создавшейся ситуации. Это связано с направлениями, куда «Электромаш» экспортировал свою продукцию. Продукция может быть признана как двойного назначения, то есть ее могут использовать в военных или близких к тому целях. К продукции двойного назначения Кишинев причисляет электродвигатели. Хотя это гражданский груз, и эти же самые электродвигатели «Электромаш» экспортируют много лет. Но в прошлом летом Молдова решила запретить заводу вывозить всю продукцию за рубеж. «Электромаш» уже потерял контракты со многими странами, куда раньше без проблем экспортировал то, что производят на предприятии. 600 сотрудников завода прямо сейчас сидят без работы, а значит без средств к существованию.